Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сейчас все больше и больше набирают оборот орхидеи именно бульбовые, не обычные орхидейки. В основном мы, конечно, привыкли ухаживать за фаленопсисами, но также в наших коллекциях появляются дендрофаленопсисы, котлеи, камбри. И сегодня я хочу вам показать, как я буду пересаживать свою первую орхидею к котлею. Это орхидея с сайта Орхарай. Она была списана. Вообще не знаю, если честно, по какой причине, потому что на первый взгляд это замечательное растение, которое жизнеспособное. И я думаю, каждый был бы рад получить такое растение в посылке. Но вот появилась у меня такая красотка. Единственный ее, конечно, вот минус. Получается, смотрите, бульбы идут от середины. Здесь пусто. И все, получается, новые бульбы, они вне горшка. Вот эта вот часть корней, да, здесь получается, вот по идее, здесь должен был быть вот так вот горшочек. И новые корни должны были расти в этот горшок. Но так как здесь нет грунта, и, естественно, сейчас лето, сухой воздух, эти корни, они подсыхают, высыхают, портятся. Конечно, можно было бы, да, вот я видела, девочки тоже так делают, подставляют сюда горшочек с грунтом, и корни отлично туда растут. Но я здесь не вижу смысла так делать, потому что здесь у меня получается пусто, да, здесь у меня нет грунта. И сделать здесь еще горшочек и, собственно, такую пирамиду держать на подоконнике или на полочке, да, она будет занимать много места. Поэтому я не вижу смысла, и я хочу отделить, получается, часть вот этих вот бульб и посадить отдельно. Как раз-таки вот этой молодой частью, потому что котле растет бульбами и растет, получается, вбок. И вот здесь вот будет она еще и еще доращивать, получается, свои новые бульбы. И чтобы новые бульбы росли в горшок, нужно смещать. Ну, сейчас я буду показывать, как я это делаю. Вообще, я не эксперт. Как я уже сказала, это моя первая котлея. Но я очень много смотрела видео, я очень много читала об этом. В общем, в теории я вот уже немного разбираюсь. В практике сейчас будем наверстывать и учиться вместе с вами. Но я думаю, это видео вам пригодится. Ну, и, кстати, у кого есть котлеи, они себя прекрасно чувствуют, присылайте мне свои комментарии, что я делаю не так. Или, возможно, наоборот, все так, и все будет замечательно. Так, давайте отсечем, получается, часть. Здесь, видите, вот эти вот три бульбы, они прям вместе, близко, все хорошо. А потом идут большие промежутки. Вот мне написали, что нужно, получается, как раз-таки даже еще по этой причине взять и отсечь вот эти вот бульбочки. Посадить их отдельно. Вот. И они будут расти более, да, вот что-то им не хватает, и промежутки получаются больше. Когда мы пересадим в новый грунт, промежутки будут меньше. В общем, еще что я заметила, да, и вообще говорят о том, что нужно пересаживать как раз-таки котлеи в тот момент, когда она растет корни. У меня здесь вот видно, что котлея хочет жить, она растит свои корешочки. Вот. И как раз, я думаю, самый замечательный момент вот ее пересадить. И чтобы эти уже все корни росли в горшок и не сохли, не пропадали. В общем, у меня такие ножнички. Я надеюсь, они осилят. Осилят. Не знаю, шейка, да, это получается. В общем, умных слов сегодня я не говорю. Как знаю. В общем, вот здесь вот я наметила себе место. Ну да, в принципе, она достаточно мягкая. Хотела быстро это сделать, но быстро не получается. Возможно, надо было принести секатор. Опа, все. Ничего не роняем. Так, я ее отсекла. Но некоторые корни находятся в горшке, и вот сейчас нужно как-то их оттуда извлечь. Что я делаю? После того, как я отсекла раскачивающими движениями, я ее отделяю. Она висит буквально на волоске, но я хочу максимально сохранить корни, которые там есть, если они вообще живые. Потому что обычно новые корни растут только с новых бульб. А на старых бульбах, как правило, корни там уже все такие плохие, гнилые, сухие. Знаете, вот этот пенек тоже, он какой-то, как будто мертвый. Да, вы знаете, вот эта часть, она как будто, знаете, живет отдельной своей жизнью. Этот пенек, не знаю, как вам правильно показать. Вот получается, смотрите, вот эта часть, вот эта вот, она сухая. И вот здесь вот я, получается, ее отрезала, а она сухая внутри. Ну да. Поэтому я правильно сделала решение, и в правильном месте я ее отрезала. Теперь я просто сейчас вот так вот откручу ее. Да, она вся сухая. Тут даже нечего, вы знаете, как-то сохранять или что-то выдумывать, просто отрезаем. И все, там и корни все сухие, испорченные. Я вам сейчас покажу поближе, что там корни все мертвые. И пенек этот, возможно, даже его нужно будет просто удалить. Сейчас хочется самой рассмотреть. Сейчас я переверну камеру и буду вам все более подробно показывать. Приготовила все для пересадки, и сейчас вам поближе покажу. Смотрите, получается, какой я сухой срез. Вот эта часть, она получается мертвая. Да, там признаков жизни особо и нету. Точно так же, как на срезе получается в основном горшке. Видите, срез сухой, безжизненный. В общем, я сделала правильное решение, что решила ее отделить и посадить отдельно. Представляете, как ей было трудно расти просто на весу, без грунта, еще когда сейчас все-таки жарко, лето и сухой воздух. Сейчас, когда я ее пересажу, я думаю, что ей сразу станет легче. Для пересадки уже все готово. Горшочек достаточно такой простой, но он идет пошире. Это мне и нужно для того, чтобы новые бульбочки, они росли в горшок как можно дольше. Дренаж из пеностекла сегодня. Пеностекло у меня вортекс. В принципе, как и всегда, другого пеностекла у меня нет. Оно мне нравится, такое легенькое, воздушное. И сегодня будет это как дренажный слой. Также сегодня хочу положить немножечко живого мха, буквально капельку. А все потому, что, смотрите, у этой орхидейки тоже внутри есть мох. Вот, орхидейка росла с мхом. Она привыкшая к таким условиям, и ей это очень нравится. Также, смотрите, здесь прям хорошие кусочки коры. И я примерно такой же фракции подобрала кору. Вот у меня сегодня какая прекрасная кора. Кстати, и живой мох, и кору я приобретала у Светланы Целиковой. И теперь я засыпаю кору в горшочек. И уже вот так вот попробую установить растюху. Так вот этот корень, конечно, не сломать бы. Аккуратненько бы его направить в горшочек. Такой спиралькой стараюсь его завернуть. Корни тоже есть сухие, но я их обрезать не буду сегодня. Смещаю орхидею как можно, получается, ближе к боковушке. И чтобы вот, получается, та часть, которая будет расти, вот новая, самая последняя бульбочка, она была как можно ближе к центру. Потому что с нее будут расти новые бульбы, и чтобы они все-таки росли в горшок. Вот таким вот образом. И вы это учитываете, что нужно, получается, прям в самый край, насколько это возможно. И теперь я засыпаю корой. Так, сегодня еще в посадку пойдет цион, как удобрение. Вот так вот прям посыплю хорошенечко. Вот, и сегодня лечу запон. Кстати, мне сказали, что котлеи очень любят лечузу. Поэтому также сегодня я просыпаю все лечузой. Растукиваю, чтобы все пустоты заполнились. И еще лечуза. Лечуза, кстати, тяжелая, и она фиксирует орхидейку. Орхидейка, вот я сейчас лечузу засыпала, и я уже понимаю, что она хорошо прям зафиксировала орхидейка. Никуда уже не двигается. Вот, в принципе, и вся посадочка. Сверху мхом укладывать и закладывать все не буду. Здесь эту роль, такую эмульчирующую, сыграет лечуза, кора. Вот, при необходимости, конечно, можно будет немножечко, да, сверху мха. Но, я думаю, живой мох начнет прорастать. И все будет замечательно. Можно еще простукать. Там еще есть пустоты, чтобы лечуза фон прям провалилась в пустоты. Ну, при первом же поливе тоже грунт осядет, и орхидейка будет более зафиксированная. Ну, и так как у орхидеи корни в активной фазе роста, они сейчас, по идее, должны хорошенечко заполнить весь горшок и зафиксировать растение. Я сейчас постараюсь ее никак не трогать, не транспортировать, чтобы она не шаталась, а именно она укоренилась в этом горшочке, чтобы все было с моей котлеей хорошо. Вот, в принципе, и вся пересадочка котлеи. Получается, у меня их теперь две. Я думаю, что вот эти вот старые корни, старые бульбы тоже дадут новой ростике на это. Надеюсь очень сильно, потому что, в принципе, живые корни здесь есть, и бульбы еще достаточно хорошие. Ну, а новые свеженькие бульбы, которые росли, естественно, должны дать новую бульбу. И я надеюсь, что порадует она меня своим цветением. Поливать я ее буду сразу, но покажу вам первый ее полив уже в следующем видео. Обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые свежие видео. Всем пока-пока, до новых встреч!